Всем автомобилистам здравствуйте! Пришло время обсудить новости из мира авто, которые накопились за прошедшую неделю. И первая новость. Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, который подразумевает отмену техосмотра для частных лиц. Вернее так, он станет добровольным. Сейчас нужно, чтобы законопроект одобрил Совет Федерации и дело за малым. Подпись президента. Нововведение должно заработать в 2022. Таким образом, процедуру обязательного техосмотра нужно будет проходить только при постановке автомобиля на учет. Либо при смене владельца, если возраст машины превышает 4 года. Кроме этого, техосмотр придется проходить при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля. В автомобилях Tesla была отличная функция, такая развлекательная, но ее придется упразднить. Теперь во время движения на автомобиле Tesla нельзя будет играть в игры на дисплее. Такое решение было принято после большого расследования Национальной администрации безопасности дорожного движения США. Ранее ведомство решило проверить функцию Tesla, которой оборудованы 58 тысяч электрокаров. Эта опция позволяет играть на большом экране мультимедийной системы машины. И у властей США возникли сомнения в безопасности этой функции. По их мнению, водителей такая опция может отвлекать во время движения. Поэтому ее предлагают убрать. Цены на автомобили российского производства в 2021 году выросли на 5-8%. На импортные автомобили на 20%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Между тем, глава Минпромторга ожидает, что дефицит автомобилей в России будет сохраняться в первой половине 2022 года. Из-за проблем с поставками электронных компонентов. По его мнению, эффект от локализации производства электроники в России станет ощутимым только через 2-2,5 года. При этом Минпромторг рассчитывает, что производство чипов на предприятиях в Юго-Восточной Азии вырастет в следующем году. Согласно данным агентства «Автостад», средняя стоимость автомобилей в 2021 году выросла на 23% и перевалила за отметку в 2 миллиона рублей. Однако, с учетом дилерских накруток, удорожение оказалось еще больше – 35-40%. По оценкам аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным, общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог бы превысить 1,8 миллионов единиц. А реальный рост рынка без учета дефицита был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше. В такие времена живем. Электрокомпонентов не хватает, машины дорожают. Но надеюсь, что в 2022-м ситуация выправится в лучшую сторону для нас, потребителей, автомобилистов. Я желаю вам хорошего дня, удачи на дорогах. С наступающим Новым годом!